Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам очень простой рецепт вкуснейшего щербета. Приступаем! Итак, что нам понадобится для рецепта? Это сметана, я сразу же в кастрюлю с толстым дном отмерила необходимое количество, затем сахар, добавляю его к сметане и позже я буду добавлять орехи и сухофрукты. В классическом рецепте в основном идет арахис, но я арахис не очень люблю и предпочитаю другие орешки и так как я также люблю сухофрукты и мне кажется, что восточные сладости это изобилие различных сухофруктов и орехов, то я буду использовать смесь. Это у меня грецкий орех, обязательно обжарьте его на сухой сковороде, тогда орех получается гораздо вкуснее и сухофрукты берите те, которые у вас есть и которые вам нравятся. Также сливочное масло, масло берите жирностью 82 процента и щепоточка соли. Также я заранее подготовила форму, застелила ее пищевой пленкой и хорошо смазала растительным маслом и низ и борта, чтобы затем было легче доставать щербет из формы. Итак, отправляюсь в плите и начинаю варить щербет. Ставлю кастрюльку на средний огонь и постоянно помешивая доведу все до кипения. Используйте кастрюльку с толстым дном или какой-нибудь сотейник, так как это главное условие, чтобы у нас ничего не подгорело. Ну и конечно же, необходимо постоянно помешивать и никуда не удаляться. Этот рецепт требует нашего внимания. Наша масса закипела, я сделала маленький огонь и теперь при постоянном помешивании буду уваривать около получаса. Уже я увариваю все около получаса, значит добавляю сюда сливочное масло, даю ему полностью раствориться и по желанию щепотку соли. Я люблю соленую карамель, поэтому и здесь мне очень нравится, когда такой легкий вкус соли присутствует. Хорошо все размешиваю, даю маслу полностью раствориться и смешаться. Проварила со сливочным маслом еще три минутки и теперь засыпаю сюда орехи и сухофрукты. Все хорошо смешиваю и наша масса готова. Сразу же выливаю все в подготовленную заранее форму. Аккуратно распределяю и разравниваю. И теперь массе даю полностью остыть и затем отправлю еще на несколько часов в холодильник, чтобы она охладилась. И так как до щербет остыл и затвердел, можем его извлекать из формы и нарезать. Посмотрите, какие кусочки получаются. Очень вкусные. Именно на сметане мне нравится, потому что он не настолько приторно-сладкий, как на молоке. Сметанка дает свою кислинку. Получается просто невероятно вкусно. И не такой жесткий на сметане он. Очень советую попробовать именно этот рецепт. Щербет получается очень вкусный. Прекрасная альтернатива магазинным сладостям. Очень советую попробовать его и вам. И приятного всем аппетита! Вoton